Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христына Стэц. Я никогда не называл даты Томаса и не буду ее называть. Я сказал, что нам, украинцам, надо молиться и бороться за то, чтобы Господь дал, нам его послал. Но я твердо убежден, что мы уже на финишной прямой, отметила Петр Порошенко в Нью-Йорке во время встречи с украинской общиной. О Томасе, о судьбе по местной Украинской Православной Церкви и угрозах Кремля. Поговорим с политологом, директором Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерием Дымовым. Валерий, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Вот для начала, если объяснить и самим еще раз понять, что, собственно, Украина получит, когда получит этот долгожданный Томас. Какой будет структура, если говорить о структуре церкви в Украине? Украина получит возможность создания единой поместной украинской православной церкви. Эта церковь должна иметь царус автокефалии, то есть она должна управляться, собственно, украинцами и мандат на такого рода управление. И есть этим Томасом, который Варфоломей даст Украинской Церкви. И тому человеку, который, собственно говоря, будет избран на синоде Украинской Православной Церкви, которому, собственно говоря, теперь же украинские экзархи, украинские епископы дадут возможность получить от Томаса и эту субъектность на создание Украинской поместной православной церкви. Это, я согласен с Петром Порошенком, это действительно финишная прямая на получение Томаса, но это начало пути на построение Украинской поместной православной церкви. Ну вот по поводу экзарха, вы это уже их вспомнили, это специальные послы, да, от патриарха Варфоломея, экзархи. Это очень важные гости в Украине, которые вот сейчас пребывают в Украине. И вот что по этому поводу далее. Экзархи Константинопольского патриархата, архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви. Это заявление Священного Синода Украинской Православной Церкви. В ПЦМП Московского патриархата они уверены, что деятельность представителей Константинопольского патриарха в Украине является антиканонической и нарушает межконфессиальный мир в стране. Ну вот это, собственно, была почти цитата. Вот о какой канонической территории идёт речь, как бы вы прокомментировали это заявление. И вот странно, почему представители Московского патриархата, они вмешиваются в работу посланников патриарха Варфоломея. Ничего странного нет от украинскости в этого УПЦ, Украинская Православная Церковь Московского патриарха, только табличка, только прилагательная украинская, они, собственно говоря, есть представители Российской Православной Церкви в Украине, а Российская Православная Церковь, в свою очередь, есть частью российской пропагандистской, агрессивной, шевнистической машины, которая, собственно говоря, не собирается соглашаться с субъектностью Украины и, соответственно, не соглашается с тем, что украинская церковь тоже имеет свою субъектность. Поэтому, собственно говоря, это только показывает, что когда нам говорят некоторые представители политического такого степершмента, которые там недавно написали письмо Варфоломею, чтобы Украина не получала Томас, те люди только показывают, что действительно, когда они говорят о том, что церковь должна быть отделена от государства, я всегда говорил о том, что для того, чтобы церковь действительно была отделена от государства, то церковь должна быть отделена от, собственно говоря, российского государства, а государство должно быть отделенным от российской церкви. Поэтому мы действительно будем у себя дома разделять кесарева к кесарево, божьего божьего, но для этого мы должны очиститься от того, что, на самом деле, вы сразу процитировали, является, скажем так, пропагандистской машиной российского, рупором российской пропагандистской машины. Наверное, не зря вот так пропагандистская машина российская реагирует, потому что один экзархов Константинополя в Киеве, архиепископ Памфилийский Данил, он считает, что путь к украинской автокефалии необратим. И об этом он написал на своей странице в Facebook. Опять же, где-то то же самое, что сказал президент Украины Петр Порошенко. И вот даже по этому поводу, более того, Синод Русской Православной Церкви решил не только прекратить участие Церкви в работе структур под председательством Константинопольского Патриарха, но и не упоминать имя Вселенского Патриарха Варфоломея в своих молитвах. И как только стало об этом известно, религии и веды уже заговорили о расколе. Как считаете вы, и какими, собственно, могут быть далее последствия? Я давно называл РПЦ, это Раскольническо-Православная Церковь, самого своего создания, но мы сейчас не будем этому подсвечать передачу, должна быть специальная передача, собственно говоря, с людьми. Часовая. Часовая, наверное, передача, когда бы объяснили всю историю создания так званой Московской Патриархии. На самом-то деле даже Варфоломей сейчас уже подтвердил о том, что в 1686 году дали возможность хератонии, то есть высвячения украинских митрополитов в Москве, учитывая ту ситуацию, которая складывалась в Украине. Но это, знаете, только возможность на некоторое время использовать такого рода вещи. На самом-то деле, собственно, Россия никогда не разделяла церковь от государства. Я не буду говорить о реформах Петра, как так называемых, я не буду говорить о том, что церковь управлялась практически государством, я не буду говорить о том, что она фактически не знала этого разделения, которое написано в Евангелии «Кесаре кесаре Божьего Божьего», она никогда не разделяла. Эта машина, собственно говоря, она только воспроизводит сейчас уже свои последние, знаете, такие, это уже агония. Потому что мы помним, с чего это все-таки начиналось. Помните, когда в Запорожье ребенок, которым было два года, он погиб, и УПЦ МП отказывалась, на самом деле, отпевать этого ребенка. В то же время, когда представители Московской Петрахаты на оккупированных территориях фактически освещали оружие, которыми убивали украинцев, в том числе родственников тех, которые, возможно, служили или были там на службе в Московском Петрахате. Мы помним, какая ситуация складывалась тут, в Киеве, когда Ануфрий не поднялся, когда хотели, ну, нужно было в Верховной Раде помянуть павших за свободу и независимость Украины и ее граждан-героев. Мы видим, что на самом-то деле это, извините за такую уже параллель, иметь дело с представителями Московской Петрахаты в Украине и обсуждать их, это так, как обсуждать субъектность Захарченко или Плотницкого. Я бы даже сейчас сказал бы, что на самом деле, если Плотницкого русские убрали, Захарченко убили, я бы сейчас хотел бы, чтобы не было такого рода провокаций с теми священниками, которые, ну, скажем так, могут быть просто пушечным мясом для этой российской машины. Если мы помним, как Путин подрывал для того, чтобы прийти к власти дома на Каширском шоссе и Волгодонске, я бы не хотел, чтобы такого рода угрозы, когда они говорят, что будут провокации. Они же не просто говорят о том, что мы евхаратическое общение прекращаем, мы не будем упоминать при службе имя Варфоловея. В Варфоловея они идут на раскол сами, они просто боятся утратить половину своих приходов, которые в Украине. Они боятся утратить этот статус, знаете, который у них считается статус Третьего Рима. Да, вот они хотят быть наибольшей православной страной, которая будет диктовать всему православию свои условия. Мы помним о том, что Кирилл Гундяев не приехал на всеправославный собор. Мы помним, как он влиял на севскую православную стреку, чтобы она тоже не поехала. Мы помним, как он влиял на другие такие вещи, и они боятся эту субъектность тратить. А то, что в их сейчас словах и в их действиях фактически мы видим истерику, только показывает, что на самом деле одним из фундаментов русской субъектности и идентичности является православие. И это православие на самом-то деле использовалось и не по назначению, и, я так сказал бы, даже незаконно. Ну вот по этому поводу вы абсолютно четко сказали, и что-то похожее сказал патриарх Киевский Филарет. Вот дали ей вот цитата. Есть информация, что 10 действующих архиереев у ПЦМП, Московского патриархата, обратились за Томасом к Вселенскому патриарху. Двое из них подтвердили это публично. Да, только двое, ну, понимаем причины. Но по нашим подсчетам, до двух третей епископата готовы перейти в Единую Церковь. Их будет стимулировать то, что приходы Московского патриархата сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов и будут вынуждены следовать за своей паствой. Когда будет создана Единая Украинская Автокефальная Церковь, к ней отойдет не менее половины приходов и Московский патриархат не будет уже крупнейшим в мире. То есть он уже не будет иметь такого влияния и в мировом православии наступит мир. И, собственно, наверное, и этого боя боится всего, больше всего и Путин боится, потому что многие говорят, что ситуация с Томасом в Украине, это для него как, не знаю, землетрясение такое, да, это как даже цунами, может быть цепная реакция, опять же, заявление на представителей Белорусской Церкви тоже об этом говорить, что они тоже ранее обращались и сейчас тоже повторят эту попытку обратиться за Томасом. Я знаю, Томас будет, я знаю, что это будет связь. Я думаю, что и Белоруссия получит автокефалию, после Украины получат, очевидно, Македонская Церковь, поэтому сербская православная Церковь тоже этого боится. Это своего рода такая, знаете, мини-Россия на Балканском полуострове, Великая Сербия, она создавалась, этот миф создавался поликалом вот этого русского мира. Поэтому, собственно говоря, этого они и боятся. И действительно, знаете, Церковь показывает мудрость решения такого рода вопросов. Обратите внимание, каким образом формулировалась проблема, как она решалась в Арфоломе. Он сказал, что причиной ситуации в Украине является Российская православная Церковь и ее политика. Если она есть причины, она не может этого решить. Вот обратите внимание, каким образом сейчас Петро Порошенко в ООН. И он говорит о том, что если причиной является, собственно говоря, тех проблем и войн даже, агрессивная политика одного из членов Совета Безопасности ООН, разве может эта проблема развязываться, развязываться, решаться голосом того человека или той страны, которая будет использовать Петро. Церковь формулирует проблему, учитывая, знаете, вот действительно неспособность и действительно мудрость в способе принятия решений. Путин действительно боится, потому что основой русской античности была когда-то сформулирована в 19 веке, это православие соводержащая народность. Народность уже подорвана. Миф о том, что мы единый народ, о том, что Киевская Русь – это кулыск обратных народов. История фальсифицирована когда-то Карамзиным, Карамурзою. Она приписывала эту колыбель. И когда нам еще 4 года назад говорили о том, что как вы можете верить в том, что русские когда-то убивали украинцев, сейчас идет на повестке дня признание Голодомора геноцидом украинского народа, то сегодня мы видим, что это действительно может быть. За славу Украине убивали людей, за три зуба, выколотый на руке, отрезали руку. Мы видим, что вот эта народность уже подвергла сомнению. И на самом-то деле нет ничего тайного, что не стало бы явным, когда-то говорил Христос. Второе – это самодержавие остается. И, вернее, православие. Православие тоже русским миром, скажем так, присвоено, как какая-то собственность. И остается только самодержавие. А самодержавие, она покажет короля голым королем. Поэтому Путин боится страхи всего этого так званого русского мира, потому что идентичность их поставлена под сомнение в создании идентичности украинской нации и становлением действительно украинской поместной, на самом деле украинской поместной православной церкви. Секретарь Киевской патриархии, архиепископ Евстратий Заря, он сообщил, что 9-11 октября ожидается ближайшее заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, вероятно, экзархи озвучит свой отчет о проведенной в Украине работе. И если Синод будет готов, опять же, говорит Евстратий Заря, то в октябре уже он должен был бы принять решение. Есть уже какие-то, может, не совсем точные, но даты, на которые мы можем рассчитывать. Как вы считаете, с предоставлением Томаса Украине, каким образом это повлияет на ситуацию на украинском Востоке, где Россия, опять же, продолжает войну против Украины? Как-то это может ускорить процесс завершения войны на украинской территории? К сожалению, непосредственно даты и фамилии не влияют на завершение войны, потому что это война против Украины за собственную идентичность. И поэтому Путин может пойти на любые компромиссы по Сирии, по Ирану, по Северной Корее, по любым компромиссам, но на компромиссы с Украиной не пойдет, потому что это, знаете, психоанализ показывает, это травмирующее, это подрывающее основу русского мира и всей русской истории. Этой войне не 4 года, этой войне 350 лет на самом-то деле, поэтому мы сейчас, знаете, словами поэта, лицом к лицу лица не углядеть, большое видеться на расстоянии. Мы сейчас не понимаем даже, не осознаем, какого рода масштабные события происходят на наших глазах. Мы не просто участники, не просто, скажем так, можем смотреть на эту историю, мы и пишем. Поэтому война непосредственно не закончится с понятием Томаса, но это очень, знаете, важное решение в становлении украинской нации и в этом смысле, понятное дело, что это влияет непосредственно на те процессы, которые происходят не только на оккупированных территориях Донбасса, не только на оккупированных территориях Крыма, не только на, скажем так, на вот эти вещи, которые сегодня актуализировали эту войну, она производит гораздо более серьезным по масштабам и, возможно, по последствиям, скажем так, событиям, которые будут непосредственно уже после этого происходить. Речь идет о том, что те процессы, фактически разрушения российской идентичности, мифологизованной этичности присвоенной истории. Они не просто присвоили себе историю Третьего мира, они украли иконы, у них главная икона, это в 1189 году, выкраденная выжарой сквозь икона Божией Матери. Сегодня они тоже уже вывозят, сегодня украли на территории Лавры, выкраденная история, выкраденная икона Геория Победоноса. Поэтому мы на самом-то деле не осознаем масштабности этих событий, но Путин, понятное дело, что осознает. Поэтому война, к сожалению, решается все-таки людьми с оружием, но на религиозном фронте этой войны, гибридной войны, которую навязала и развязала Россия против Украины, это однозначно будет победой. Ну, как меньше, по крайней мере, меньше будет рычагов влияния, да, у Путина, у Кремля и у Российской Федерации. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был политолог и директор Центра общественно-информационных технологий форум Валерий Дымов. А я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в СИИ-ТВ, потому что здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова